Как попало? Ну, прежде всего, потому что я участвую, принимаю участие в различных конкурсах, отправляю свои работы. Мне предложили помочь этим людям запечатлеть их сегодняшнюю реальность. Без слёз оттуда выйти невозможно, потому что те условия, в которых они находятся, мне кажется, даже животные живут в лучших условиях. Доброго дня! Ви дивитесь проект Гістуді. Мене звати Ольга Глечик, а у нас в гостях сьогодні дуже цікавий гість. Одна з найкращих фотографів світу, яка увійшла в топ-35 рейтингу світових митців – Ганна Домбровська. Доброго дня! Доброго дня! Ганна, як так сталося, що ви увійшли у тридцятку найкращих фотографів? Ви у рейтингу, поправте мене, якщо я помиляюся, 35 фотографів світу у номінації New Year, 35 фотографів світу Yellow Color, 100 фотографів світу у номінації Fashion in the Street і 150 фотографів світу Children Photo. Як ви попали в ці рейтинги, або це були конкурси? Розповість, будь ласка, і як давно ви займаєтесь фотографією? Здравствуйте! Ещё раз я буду розговаривать на русском. Як попала? Ну, прежде всего, тому, що я участвую, приймаю участие в различних конкурсах, відправляю свої роботи. Ну, і, собственно, ми всі, коли приймаємо участие в каких-то конкурсах, ми хочемо вииграти, або хоча б потрапити в якийсь топ. Ну, слава Богу, у мене виходить. Хто були Ваші конкуренти або колеги, які приймали участь в цьому? І серед кого обирали? Були ще українці там? Украінців, да, багато приймають. Наверно, це саме більше количество участників – це Україна, Росія, тому що, видимо, дитська фотографія в цих країнах развита більше всього. Принимати може любий фотограф участие. Естественно, фотографи зо всього міра приймають участь, з разных країн. І Австралия участвує, і Америка, Бангладеш. Ну, собственно говоря, то есть, главное – желание. А хто цей рейтинг складає, а що за організація або яка країна проводить? Это конкурс называется «35 awards», то есть он был создан нескільки лет назад. І этот конкурс имеет такой международний формат. Зарегистрироваться може любой желающий фотограф, отправить свои работы. І, собственно, в результаті независимого голосування можна дойти до определенного тура. І там вже строгое жюри, собственно, отбирає роботи і составляє рейтинг. Скільки там всього було учасників? Тисячу? Більше тисячі? Ну, разі. В мае, коли було 300 тисяч участників, я вошла в 150. А вот сейчас осенью, просто конец года, и заканчиваются все поданные участия в конкурсах. Последний конкурс, который был «Yellow Color», там было 4,5 тысячи участников. Вот. Ну, приблизительно плюс-минус вот такое вот количество. Я сейчас точно так уже не помню. Що після цього сталося? Вас запросили до каталогів світових або кудись Україну, представляти Україну? Ось, якісь були... Ну, пока нічого не происходит. Я занимаюсь своим любимым делом. І вот к вам в студию пришла, ви меня пригласили. Это, мне кажется, больше конкурсы для того, чтобы быть более уверена в том, что ты делаешь. Для того, чтобы понимать, в правильном ли направлении двигаешься. И, естественно, когда тебя оценивают высокий уровень жюри, то тогда ты понимаешь, что твоя работа правильна. И надо делать больше дальше. Вы сразу начали с детской фотографии? Вот пришли в фотографии, все, я буду фотографировать только детей. Який ваш шлях был? Ну, я работаю в нескольких направлениях. Первая, конечно, с которой я начинала, это детская фотография, потому что у меня появилась дочка, второй ребенок. И мне захотелось ее оставить на память, эти кадры ее детства. И таким образом я пришла к тому, что все-таки я хочу снимать профессионально, начала этому учиться. Но в процессе, все равно в процессе развития мы понимаем, что нам хочется больше. Потому что детская фотография — это все-таки сказка, это волшебство. Но мы живем в реальном мире, и хочется показывать сегодняшнюю ситуацию без переукрашений. Естественно, я иногда снимаю документальные кадры, которые показывают нашу сегодняшнюю жизнь. И работаю еще в направлении фэшн-фотографии. Вот последняя детская фэшн-вик я снимала кампейн. Почему фэшн? Потому что это другая свобода, это другой мир, это определенная философия. Это то, что не покажешь в детской фотографии. Это более взрослая фотография. Пробуете себя в разных жанрах, так? Я правильно понимаю? Я не пробую, я целенаправленно занимаюсь этим. То есть я не снимаю новорожденных, я не снимаю свадьбы, тоже пыталась, но мне это не интересно. Вот эти три направления, которые я себе выделила, они мне приносят удовольствие, поэтому я этим занимаюсь. Совсем нещодавно вы сделали такую фотосессию у сквоте, где живут переселенцы из Донбасса. И эти фотографии попали до итальянского ВОГУ. Розкажите, как это вообще могло статься, как фотографии побачили, и почему вы решили саме этих людей побачить через свой объектив, у своих святых? Как я туда попала? Это была ваша идея? Нет, это была не моя идея. Мне предложили помочь этим людям запечатлеть их сегодняшнюю реальность. То есть потому что для того, чтобы бороться, им нужно показывать то, в чем они живут. Такой возможности у них нет. Поэтому ко мне обратились, и я не могла отказать, потому что мы же все люди. Мне кажется, что… Ваши эмоции персиклы. Видите, я даже… Сложно мне говорить. Когда туда попадаешь, это совершенно другой мир и совершенно другие ощущения. То есть без слез оттуда выйти невозможно. Потому что те условия, в которых они находятся, мне кажется, даже животные живут в лучших условиях. Потому что они, в принципе, возможно, они и нужны кому-то, но особой заботы о них государство почему-то пока не проявляет. Я аполитичный человек, я не хочу вникать в какие-то тонкости. Но мне кажется, что даже просто люди, которые вокруг, в принципе, увидят эти фотографии, увидят статью, в которой прикреплена карта и адрес написан, просто могут помочь. Это была моя цель, собственно говоря, таким образом им помочь. Хотя бы таким. У вас какие-то были потом пропозиции после этой фотосессии? Звертались до вас? Как еще можно помогать им? Какие люди? У меня на странице в фейсбук и в статье, в газете «Одним словом» есть карта прикреплена, куда можно отправлять любую материальную помощь. Им нужна и одежда, и мебель. То есть там маленькие детки есть, там инвалиды есть, и в возрасте люди. То есть им нужно все. То, что я увидела, я понимаю, что им нужно все. Они будут рады любому. Они очень открытые, они очень светлые. Абсолютно не жадные. То есть я, например, не ушла даже с пустыми руками, при том, что я не приходила специально что-то у них взять, а мне наоборот хотелось им помочь. Меня и шоколадкой угостили, и они там сами выращивают овощи, делают консервацию, и банку помидоров мне дали. Но это из такого приятного, то есть мне было это до слез приятно. То есть они были рады вас видеть, или были такие, кто не хотел, чтобы их фотографировали? Нет, они были рады. Они, в принципе, рады любому человеку, который к ним приходит. Они живут сегодняшним днем. Они рады, что солнце встало, и они проснулись. Значит, у них день начался, значит, у них все хорошо. То есть у них вот нет этого состояния. Ой, как все плохо, ой, какие мы несчастные. Вот я поэтому и была шокирована этим, что они радуются тому, что они имеют. Поэтому и в фотографиях мне хотелось показать вот этот оптимизм, который у них есть. Несмотря на ту нищету, в которой они находятся, на те сложности, через которые они проходят, на те суммы денег, которым приходится платить за свет и так далее, куча там нюансов, они все равно радуются, и они щедры. То есть мне кажется, что это вот большая душа, большой светлый человек, и они вот такие. Побачили результат работы вашей? Что сказали вам? Я не знаю, насколько они видели. Я отправила фотографии их, ну, как не руководителю, а человеком, который занимается, который живет с ними. Волонтером, может быть. Нет, это Елена, которая тоже вместе с ними приехала в свое время. И, собственно, просто она более активная, скажем так, и она занимается вопросами и решает проблемы, которые возникают. Вот я отправила, ну, конечно, до слез. Ну, до слез, потому что мне даже не надо было ничего придумывать и стараться, просто я это видела, и камера это показывала. Ти, кто видели ваши фотографии в фэшн-индустрии, дитячие, кажут, что именно эти фотографии не похожи ни на что, они другие. Вы сразу хотели, чтобы они были другие, но они еще немного фэшн, мабуть, если ВОК их опубликовал. Просто в ВОК есть рубрика «Документальная фотография», вот, поэтому они туда и попали, наверное. Ну, это документальная фотография, это реальность сегодняшнего дня. А ВОК итальянские как раз именно этим и отличаются, что они не приукрашивают действительность и отбирают именно фотографии, которые настоящие. Тобто вы сразу хотели их там публиковать? Нет, я не сразу хотела, просто в разговоре возникла идея, что, возможно, стоит отправить фотографии в международные источники для того, чтобы их заметили. И заметили не для того, чтобы меня показать, а для того, чтобы показать эту сегодняшнюю ситуацию. Что-то они вам сказали? ВОК, пока ничего не сказали. Не писали, ничего? Давайте еще нам фотографии, мы вам задачу какую-то поставим. Пока ничего. Ну, я думаю, все равно, если их популяризировать таким образом, то все равно до кого-то они достучаться, я думаю. Ну, вот такая тема трагичная, люди, которые без житла, без ничего, они на обкладинке ВОК, або не на обкладинке. Ну, не на обкладинке, но просто... У глянці, скажемо так. Так, если бы вам запропонировали сделать светлини в каких-то таких страшных местах, вы бы согласились поехать на Схид, або еще куда-то, в горячую точку? Нет, я бы не согласилась, потому что у меня двое детей, и я их воспитываю, поэтому я несу за них ответственность. Ну, а чисто эстетично або професійно, если бы смотреть на такую тему, вы бы смогли фотографировать людей? Не знаю, я не задумывалась над этим, я просто понимаю, что взвешивая риски, я бы не поехала, конечно. У меня маленькая совсем дочка. Чи важливі для вас гонорари або гроши взагалі? Але ж це робота, я про це. Вы цим заробляете на життя? Насколько важливі гонорари? Насколько важливі? Ну, точно так же, как для любого человека. В принципе, мы работаем для того, чтобы зарабатывать и жить. Что касается таких съемок, как это, это съемки абсолютно понятно, что бесплатные. И это делается от чистого сердца, потому что хочется помочь, чем можешь. Чего бы вам хотелось досягнути? Можливо, фотографии або в каких-то еще конкурсах? Чи были какие-то... Какие планы? На сегодняшний день сейчас активно иду съемки Нового года. То есть, в принципе, это такая основная сейчас деятельность, которая есть. Плюс я принимаю участие в выставках за границей, в Эстонии. Что еще из такого? Новый год пережить, отпраздновать и отдохнуть, и потом дальше развиваться. У месте какие-то съемки социальные, возможно, проекти запрошивают вас? В Одессе? Будивли каких-то, людей, что-то такое? Нас-фешену? Ну, если есть какие-то интересные идеи, то я всегда их поддерживаю. Если я понимаю, что это мне интересно, либо это касается какой-то помощи, я всегда соглашаюсь. То есть, пока что в планах основных каких-то таких проектов нет. Есть идеи. У нас сейчас такая из глобальных, то, что мы сейчас должны закончить, то съемки книги, которую мы снимаем со сценаристом Натальей Койновой. Достаточно известный сценарист, пишет сценарий к нашим украинским сериалам. Вот. Это книга о войне в Донецке. Вот. Она в формате будет фотокниги. Принимают участие наши актеры украинские, достаточно известные, пока не буду раскрывать все карты. Не раскрывайте секрет. Вот мы должны ее до Нового года, я надеюсь, доснять. И в следующем году она должна выйти к первому мая, к второму мая вернее. А каким вы себя больше вважаете, фотохудожником, чи фотографом-репортажником, возможно, так, как можно сказать, или, возможно, фэшн-фотографом? Я могу сказать, что фотохудожник я в детской фотографии, потому что я там рисую, потому что там волшебство, обработка есть. А как фотограф, который передает реальность, да, это документальная фотография, у меня их не очень много, но когда возможность появляется, я обязательно это делаю. Ну и плюс фэшн-фотография, это тоже фотограф, это не фотохудожник, мне кажется, потому что это тоже такая реальность, более философская. Ну я про те инструменты, которые сейчас фотографии очень много проводят, фотошоп тот же самый, або какие-то эффекты. Чи вы за, чи вы против? Чи вы за такую? Я, что касается детской фотографии, когда надо нарисовать волшебную картинку, добавить света на елочку или как-то подсветить фонарики, то да, я за фотошоп, естественно, без этого не обойдешься. А что касается документальной фотографии, то как раз наоборот, мне кажется, это лишнее, потому что приукрашивать картинку в данном случае нет смысла. Для того я это и снимаю, чтобы показать то, как оно есть на самом деле. Что больше любит фотографировать именно вы, эмоции людей, портреты, або пейзажи? Я люблю фотографировать жизнь. А уже в каком она проявлении показывается мне в объективе, это уже зависит от настроения, от съемки, от героя этой съемки и так далее. А как до черно-белой фотографии ставитесь? Ставлюсь, отношусь положительно, потому что, ну вот опять же, переселенцев я фотографировала, там есть черно-белая фотография и цветные. Черно-белая фотография показывает, насколько мне так кажется, все-таки больше эмоций и акцентирует внимание на героя. А цветные фотографии, которые там же есть, они показывают трагизм, исходя из того цвета, который там присутствует, они тоже достаточно драматичные. То есть для вас не принципово, чем колор, эмоции можно выразить? Это зависит от съемки. А была ли какая-то постичь, которую вы очень хотели бы працювать? Я знаю, что вы работали с журналистом нашим, не будем сказать, кто он. Дуже хорошие светлые, мы их обовязково покажем в нашей программе. Або, может быть, вы про что-то мечтаете, про какую-то постичь, кого хотела бы сфотографировать? Чи есть такие люди? Ну, знаете, я не задумывалась над этим. Актеры, может быть? Ну, вот я сейчас снимаю актеров. У меня есть такая возможность. Просто мы снимаем книгу, естественно, я снимаю актеров, которых мы знаем. Отличаются они как модели? Они, конечно, отличаются, потому что они умеют позировать, они умеют играть. То есть, и это настолько естественно, что очень сложно отличить. И играют они, или это их настоящее состояние. Капризуют перед вами там? Не хочу так. Мне повезло. Видимо, мне просто в жизни везет со мной всегда люди, с которыми я работаю, они всегда очень благожелательные, открытые. И я получаю море удовольствия от этого. Может быть, поэтому я люблю свою работу. Можете ли вы просто человек открытый, и они перед вами хочут выглядеть очень хорошо? Барно. Можливо, какие-то еще планы у конкурсов у вас на майбутнее есть, чтобы мы пришли и потом рассказали, где вы еще выиграли? Есть, конечно. Я сейчас зарегистрировалась в нескольких конкурсах в Лондоне, во Франции, в Америке. Будем надеяться, где-то может быть что-то. Тоже займу. Или куда-то войду. На жаль, наш час вычерпан. Мы бажаем вам натхнения, наснаги, та прощаемся с нашими глядачами. Выдавались проект ЕСтудии. Меня зовут Ольга Глечика. Я нагадую, у нас в гостях была фотограф Ганна Домбровська, яка увійшла в топ-35 світовых фотографов світу. До побачення. До побачення. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова